начну с положительной оптимистичной новости для пенсионеров читаю официоз в украине с июля 2021 года пересчитают пенсии миллион человек кроме того около трех миллионов работающих с июня получат перерасчет пенсии с учетом повышения выплат за май и апрель об этом говорится в законе об общее обязательном пенсионном страхование так согласно документу прибавка в июне коснется большинства украинцев старше 60 лет в результате минимальная пенсия не может быть меньше прожиточного минимума в то же время прибавка за стаж сверх нормы составляет 1 процент от прожиточного минимума ну дальше идут подробности которые можно узнать зайдя на официальный сад пенсионного фонда украины я всегда интересовало что стоит за формулировкой прожиточный минимум конце концов исходя из этой цифры обсчитанный профильным комитетом парламента и принятой кабинетом министров украины мы все граждане страны получаем специальный денежный стандарт ниже которого невозможно пенсия социальные пособия для малоимущих инвалидов и стипендии сейчас эта сумма обозначена 2393 гривны во всяком случае так гласят данные минфина украины кстати минимальная пенсия на 1 января 2021 года составила 1769 гривен подчеркну что это тоже официальные данные разрыв как видим составляет 624 гривны большая сумма особенно для пенсионеров естественно я приветствую желание парламентария и кабинета министров решить проблему разрыва между пенсии и прожиточным минимумом меня волнует вот что насколько величина этого самого прожиточного минимума покрывает наши реальные расходы допускаю что на упомянутую выше сумму обложив себя строгими ограничениями можно не умереть с голоду как сказал недавно один известный украинский экономист раз голодные на улицах не валяется значит пока все нормально ну значит голодный как-то заморозит червячок а дальше идут вопросы вот скажем жить в квартире они на улице надо надо следовательно кроме еды вторая важная задача оплата коммуналке из этой определенным минфином суммы явно не хватит денег на свет газ воду тепло и квартиру третий момент надо чем-то прикрыть наготу ибо мы выходим на улицу они нудийский пляж а денег уже при таком прожиточном минимуме надежду точно не останется от слова совсем об образовании отдыхе и культуре молчу некоторые украинские экономисты считают что на самом деле прожиточный минимум стране в зависимости от регионов составляет сумму от пяти с половиной до семи с половиной тысяч гривен это если плясать от физиологических потребностей человека вот какая незадача во всем мире определяют социальный они физиологические прожиточный минимум есть страны где в него водят затраты на содержание животных ну нам хотя бы просто платили сумму достаточную для существования впрочем для этого нужен рост экономики хотя бы пять процентов в год